Здесь в принципе играть. Травма опасна, дыры. Нариваться. Вот так вот мы ходим туда. Не детская площадка, а настоящая полоса препятствий. Без помощи мам малышам не обойтись, иначе вместо детского смеха раздастся не детский плач. Только мой личный ребенок раза три точно здесь расшибался, прям серьезно, прям синяки были огромные. Здесь не хватает перекладин, здесь большой разрыв между перекладинами, горки, сами видите, насколько от земли. И вот теперь у нас очень много несчастных случаев на площадке, когда дети падают, разбиваются. Три года назад напротив дома по Кулаге на 23 была другая площадка. Лучше и безопаснее, вспоминают жители. Но ее снесли. Не соответствовала технике безопасности. Правда, нынешняя тоже не внушает доверия. Почему управляющая компания не выполняет обязательства по ремонту, мы попытались выяснить. Коль не 23-й, нифига ничего не хотят люди. У нас люди, мы им, кто-то им поставил, пожалуйста, следите, наблюдайте, там красят. Получается, как бы люди бы должны дальше за ней ухаживать, ну, как бы в своих целях, чтобы дети бы их не играли. А теперь, получается, она оказалась просто бесхозной. Идем дальше по Кулаге. На детских площадках здесь не видели уже около 10 лет. Вот здесь вот у нас домик стоял, качели, карусели стояло. Вот здесь все было огорожено. Был вход на детскую площадку. Теперь у нас остались одни воспоминания. Только вот книжки доктора Айболита чуть-чуть. Вместо Айболитов, каруселей и качелей. Заброшенный автопарк и улица. Дети играют там. Ну, вот, видите. А это уже спальный район города. Здесь добротные многоквартирные дома. А вот детские площадки оставляют желать лучшего. Жильцы на благоустройство дома ежемесячно сдают по 300-500 рублей. А детскую площадку, по их словам, не могут отремонтировать уже 10 лет. Травмоопасные у нас качели вот эти, получается. Тут ребятишки постоянно цепляют занозы. Сколько бы они, например, не играли, постоянно ребятишки, не обязательно наши, например, да, другие так же ребятишки приходят, говорят, у меня заноска. Простили неоднократно председателя помочь отремонтировать, покрасить. Игнорируют нас, не хотят. Потом по песочнице, по нашей. Простили тоже закрыть его, потому что у нас много бездомных кошечек здесь бегает. Для них, для кошечек это туалет. Игнорировать нас помощник председателя ТСЖ Николай Евсюков не стал. Пояснил, что благоустройство детской площадки проводится ежегодно. А еще отчитался, на что идут деньги жильцов. У нас в том году мы грибок полностью заменили. Он сгнил у нас. Где брать денежки? Конечно, мы вместе с жильцами все это сделали. Сделали все. А столбик, когда мы его грибок устанавливали, он немножко пошире оказался. Пошире размерами. Но опасности нет никакой. Мы находимся по адресу Антона Петрова, 208. Здесь детская площадка. Родители в комментариях тоже на нее жалуются. На мой же взгляд, она еще более-менее. Вот, например, летняя горка. Она, конечно, не свежевыкрашенная, но кататься на ней гораздо безопаснее, чем на многих других. За безопасность детских площадок ответственно снесут управляющие компании или ТСЖ, пояснили нам в мэрии. Если они не справляются с работой, нужно обращаться в администрацию или жилищную инспекцию края. Более того, инспекция раз в три года выходит в рейд по детским площадкам и тестирует их на безопасность. Как минимум, во время рейдовых проверок выявляется порядка двух десятков, трех каких-то моментов, которые, в принципе, практически всегда оперативно устраняются управляющими организациями в кратчайшее время. Если замечания вовремя не устранят, ответственных лиц ждет штраф от 10 тысяч рублей, а может и более серьезное наказание. В прошлом году руководители одной из управляющих компаний признали виновным за то, что вовремя не была отремонтирована карусель на детской площадке. Это привело к тому, что ребенок лишился части пальца. Кто его знает? Ребенок положил ручку, а кто-нибудь раз сел. Правильно же, опять будет та же травма. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.